Детский хоккей – нескончаемый источник яркого и позитивного контента. Мы решили собрать для вас 10 видео, которые в разное время буквально взорвали интернет. А выбрать лучшее нам помог канал Школы Хоккейного Мастерства Реванш. Место, где детский хоккей знают как свои пять пальцев. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывает нашу подборку Коуп – Нашествие Вратарей, где толпа галкиперов дружно шагает под марш из «Звездных войн». Этот короткий ролик попал абсолютно во все популярные хоккейные сообщества, как у нас, так и за рубежом. Немногие знают, но место действия видео – Литва. А вратари в кадре – ученики вратарской школы имени Арунаса Олейниковаса. Кстати, оригинальное видео, из которого был вырезан ставший вирусным фрагмент, набрало лишь несколько тысяч просмотров на Ютьюбе. Другое видео с представителем вратарского цеха стало популярным благодаря танцевальным талантам его главного героя. Восьмилетний Ноа Янг прославился после того, как в сети появилось видео его танцев на скамейке запасных прямо во время матча. После этого Ноа даже позвали на местное телевидение, а взрослые вратари из команды «Брэмптон Бист» пригласили его исполнить совместный танец. В Канаде ежегодно проходит специальный хоккейный международный турнир. Слово «специальный» в названии означает, что его участники – это люди с задержкой в развитии. Участникам даже не обязательно уметь держать клюшку и стоять на коньках, а в командах нет разделения ни по полу, ни по возрасту. Видео одного момента с турнира 2013 года стало невероятно популярным по всему миру. На нем юные игроки помогают маленькому мальчику с ДСП забить его первую в жизни шайбу. Осенью 2012 года National Predators решили сделать сюрприз для маленьких воспитанников клуба и устроили флешмоб, пригласив на матч детских команд полный зал болельщиков, группу поддержки и даже комментаторов. Маленькие хоккеисты впервые в жизни услышали живое исполнение гимна перед игрой, а потом сумели прочувствовать на себе атмосферу матча профессиональных команд. Вы только посмотрите на счастливые лица этих мальчишек! Хорошо это или плохо, но массовые драки в детском хоккее всегда пользуются популярностью у зрителя. Но матч между Белыми Медведями и Новокузнецким Металлургом в 2012-м стоит особняком. Матч сопровождался целым рядом потасовок, и в конце концов, когда в командах не осталось игроков, судьи были вынуждены остановить игру. Два разных видео с этим матчем вкупе собрали на Ютюбе почти 4 миллиона просмотров. Пытуют мнение, что Япония не хоккейная страна. Однако с вами бы не согласился Аито Игучи, хоккейный вундеркинд из страны восходящего солнца. В 2014 году записи с его финтами привлекли внимание не только соцсетей, но и всех мировых СМИ. А одно видео, выложенное на канале GoPro, набрало более полутора миллионов просмотров. В Японии Аито уже звезда национального масштаба. Сейчас ему 14 лет. Кто знает, может быть скоро мы увидим его и в НХЛ. Любой, кто хоть немного интересуется хоккеем, видел сюжет о маленьком болельщике Бостона, который приветствует команду на скамейке запасных. Этого мальчика зовут Лиэм Фиджеральд. И помимо того, что он стал главным героем одного из самых популярных видео на хоккейном Ютюбе, он еще и просто герой. Лиэм родился с синдромом Дауна, а в возрасте трех лет у него диагностировали лейкемию. Родители мальчика и он сам не опустили руки, и в 2016 году рак отступил. Александр Овечкин не только талантливый хоккеист, но и человек с большим сердцем. В сезоне 14-15 Анна, маленькая болельщица с синдромом Дауна, пригласила его вместе поесть суши. И он не смог отказать. Ови подарил ей билеты на матч Вашингтона, отвез ее на матч, а после игры, как и обещал, пригласил в ресторан. Люди ценят добрые дела. Видео на канале НХЛ набрало почти 2 миллиона просмотров. Видео с почти философским названием «Что такое хоккей?» взорвало соцсети осенью 2015-го. Маленький хоккеист дает интервью и довольно забавно пытается ответить, что же такое хоккей. Хоккей – это игра, не фигурное катание. Но главное действие, наиболее полное отвечающее на вопрос журналиста, в это время происходит на заднем плане. Сначала люди катались на льду, а потом сделали лед. Видео стало настолько популярным в Рунете, что даже попало в эпизоды «Плюс 100 500» из «Ис из хорошо». Но, пожалуй, самым успешным видео из российского детского хоккея стал сюжет о тренировке в детской школе автомобилиста. Маленькие виртуозы покорили сердца не только наших, но и североамериканских любителей хоккея. На Фейсбуке и Ютьюбе видео из Екатеринбурга собрало миллионы просмотров и тысячи восторженных отзывов. Кто знает, может быть, среди этих мальчишек есть новый доцук. Ну а если вы хотите чувствовать себя на льду так же уверенно, как и юные хоккейные дарования из нашей подборки, подписывайтесь на канал «Школы хоккейного мастерства Реванш». Там вы найдете обучающее видео, лучшие моменты учеников школы и многое-многое другое. Ссылка в описании. И, конечно же, не забывайте ставить свой хоккейный лайк и подписываться на наш канал. Если это видео соберет 2000 лайков, мы подготовим вторую часть. С вами была команда «Фокс Хоккей». До новых встреч! Пока!